Двояки. Понимаете, мастер, вот как и хирург, может осуществлять свою деятельность в любых условиях, в том числе и в полевых. И вы знаете, что многие психологи работают и в полевых условиях. Это можно делать. Но для каждого медицинского кабинета есть некие свои стандарты. Оперировать можно в коридоре, можно в поле. Мы стараемся сделать и оборудовать операционную для того, чтобы операции проходили наиболее продуктивно и с меньшими потерями. То же самое с оборудованием и оснащением психологического кабинета. Вы были уже в кабинете, да? Нет, еще не были. Хорошо. Помещение есть, действительно оно существует, но оно не соответствует стандартам психологического кабинета. Прежде всего, пациент должен получить чувство покоя и безопасности в кабинете. Ему должно быть уютно. Это должно быть место, где он может расслабиться. Мы можем встречаться, конечно, в разных местах, и процесс происходит. Может быть, не все методы можно осуществить, которые можно и должно применять. Но мы работаем. Слушайте, пожалуйста, чем должно все-таки быть оборудовано, обустроено вот этот кабинет, и какие методы вы не можете выполнить из-за того, что кабинет не соответствует условиям? Методы релакса, транса мы не можем осуществлять. Потому что для этого нужна интимная обстановка и уютная обстановка. Обстановка, в которой человек может, прежде всего, лечь, расслабиться, и его никто не должен беспокоить. И ничто не должно беспокоить. То есть это, ну, глаз должен радоваться. Хотя бы чему-то за что-то зацепиться первоначалем. А где вы в основном проводите? Сейчас лето, очень удобно проводить занятия. Мы проводим беседки, и это хорошо, потому что там природа, птички поют, зелень. А зимой, если я с декабря месяца начала работать, это понимаю? С марта. Это спортзал, там мы располагались на ковре, но это неудобно в плане того, что там происходит уже занятие физкультурой, и нужно набирать время для того, чтобы провести тот же релакса. Но у вас какой-то кабинет есть, свой рабочий, правильно я вас понимаю? Или он есть в наличии? Ну, вы его посмотрите. Ну, там у вас есть рабочее место, или вы там что-то готовите, да? Ну, какие-то там свои. Вы же... Я там пока не... Виситие, насколько я понимаю, вы должны быть готовы, у вас должно быть какое-то, хотя бы, оборудование какое-то минимальное, правильно? Да. Ну, вы поднимитесь в кабинет, вы увидите. Я беседую, встречаюсь, я провожу работу, мы проводим и групповую терапию, но не в кабинете. Я пыталась... Я начала работать с марта, но это было несколько неудобно в этом кабинете, и пациенты отказывались там находиться. А где вы до этого работали? В Угарске, в госпитале инвалидов. Паня Людмила, можно у вас питание? Можно. Скажи, пожалуйста, сегодня вы проводили прием пациентов, и где? Так, мы займалися в холе. Там, как разные были люди, люди были... То есть, мы имеем, что кабинет не готов, и вы вынуждены то на улице заниматься, как вы сказали, в холе, а что это такое вообще? Теоретически можно заниматься в кабинете. Смотрите, смотрите, вот... Подождите, но я... То есть, получается, вы сейчас, как врач, нам говорите, кабинет, ну, мы делаем резюме, кабинет не готов, он развален, разбит, как нам рассказывают. Я на улице провожу, где шумашины шумят, тут же не парк у нас, вы проводите в коридоре, а что это такое? Как можно проводить в холле, в психотерапию? Ну, там более уютно, да. А как можно проводить? По стороне, люди ходят, вы не можете...